МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это происшествие на ОТВ в студии. Елизавета Болдриева, здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сидел в телефоне, грубо говоря. Глаза поднимаю, вижу, на меня несётся автомобиль. Легковушка влетела в дерево, когда её водитель пытался избежать аварии. Вот так, в одну шеренгу встаём. Резиновый автобус задержали автоинспекторы. Пассажирский транспорт ехал в Казахстан. Четверо иностранцев с ножами и битами напали на тепличные хозяйства. Массовое ДТП в центре Челябинска. На улице Цвилинга столкнулось три автомобиля. Иномарка влетела в дерево. Причём предполагаемый виновник с места аварии скрылся. Иномарка влетела в дерево, ударила сразу два ствола. Проломила металлический забор. Бампер раскурочен, её водитель рассказывает, как это произошло. Мою машину подрезали. Я уходил тогда от столкновения. В итоге, значит, повредил машину припаркованную. И, соответственно, отскочил на противоположную сторону. В этот момент в припаркованном автомобиле сидел мужчина. От удара отечественная легковушка одним колесом запрыгнула на бордюр. Сидел в телефоне, грубо говоря. Глаза поднимаю, вижу, на меня несётся автомобиль. Вот Гретта получается. Хюндай. Да, я уже думал, куда бежать. Справа или влево. И, вон, смотрю, начал заворачивать вроде как. Красную калину, в которой сидел этот мужчина, Хюндай задел покасательный. И после этого иномарка как раз и влетела в дерево. Её водитель уже обратился к автоинспекторам. Номера уехавшей машины успел записать. А на трассе М-5 недалеко от Чебаркуля прокинулась грузовая «Газель». Её водитель протаранил многотонник. Есть пострадавший. А в Магнитогорске на боку оказался пассажирский микроавтобус. Здесь тоже не обошлось без травм. Подробности у Константина Гришенкова. Трасса М-5. Стоит раскуроченный грузовик. Чуть поодаль на боку лежит «Газель». По данным ГИБДД, авария произошла в половину седьмого утра. 46-летний водитель микроавтобуса оказался на встречке. Там протаранил грузовой «Вольво». Мужчина за рулём многотонника не пострадал. Известно, что он житель Республики Беларусь. Через Челябинскую область ехал из Москвы в Омск. А вот водитель «Газели», житель Южноуральской столицы, получил травмы. Ему назначили амбулаторное лечение. А в Магнитогорске опрокинулся микроавтобус. Оказался на трамвайных путях. По словам очевидцев, в этот момент в маршрутке ехали пассажиры. Якобы есть пострадавшие. Женщина и молодой человек. По словам пользователей сети, микроавтобус замесло на повороте на скользкой дороге. И из-за этого автомобиль оказался на боку. Там же, в Магнитогорске, легковушка протаранила карету скорой помощи, остановившуюся возле подъезда. Травм никто не получил, да и повреждения у автомобиля не сильные. Теперь пользователи сети гадают, как произошла эта авария. Грузовой прицеп фуры сбил металлический забор в Челябинске. На кадрах видно, водителя грузовика рядом нет, как и кабины автомобиля. Прицеп стоит на тротуаре. По одной из версий, водитель многотонника въехал в забор, отцепил прицеп, зафиксировал его и уехал оформлять ДТП. Магнитогорск. Кадры момента аварии. По предварительным данным, автоледи за рулем «Лады» проехала перекресток на Красный. Якобы это и стало причиной ЧП. По словам пользователей сети, водители не пострадали. Точные обстоятельства аварии пока останавливаются. Авария с троллейбусом, о которой мы рассказывали накануне, попала на видео. Вот как это было. Троллейбус останавливается перед «Зеброй», пропускает пешеходов. Трогается. В этот момент по той же полосе на большой скорости едет легковушка. Водитель явно не успевает затормозить. Удар. Напомню, водитель иномарки получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. Константин Гришенков, ОТВ Резиновые автобусы задержали на трассе в Красноармейском районе. Пассажиров водитель вез из Екатеринбурга в Казахстан, но людей внутри оказалось больше, чем положено по технике безопасности. Люди из автобуса все вылезают и вылезают. Кажется, их там бесчисленное количество. Здесь и мужчины, и женщины, и все они иностранцы. Как поместились в маленьком автобусе – загадка. Вот так, в одну шеренку встаем. Пошустрее, поживее, пожалуйста. Пассажиры выстраиваются в ряд один за другим. У каждого автоинспекторы проверяют документы. Водители отправили на медосмотр. Давай я тебя покручу вокруг своей оси, поворачивайся. Поворачивайся, пять раз повернись. Раз, два, три. Давай, ага. Все, остановись, смотри. На предмет смотри. Только глазками смотри. Ага. В другую сторону. Хорошо. Со здоровьем у мужчины все оказалось в полном порядке, но штрафов не избежать. Автобус оказался переоборудован, да и людей в нем ехало слишком много. Для проверки междугородного транспорта автоинспекторы вышли в рейд. Останавливают каждый автобус. Проверяем соблюдение режима труда и отдыха, состояние водителя, нарушение правил перевозки детей и людей всех. Кроме того, внесение изменений в конструкцию. Добавлю всего, в 2018 году на Южном Урале зарегистрировано 113 ДТП по вине водителей автобусов. Погибло шестеро и еще 200 человек получили травмы. Самые страшные аварии, по словам автоинспекторов, происходят именно на междугородних трассах. Тем временем жители микрорайона Парковой устроили массовую драку. Более 20 молодых людей. Об этом сообщают в охранном предприятии города. Крепкие парни якобы выясняли отношения с сотрудником торговой точки, где продают разливные напитки. На место ЧП приехало 4 экипажа бойцов охранного предприятия. И по их данным, шестеро человек, включая предполагаемого зачинщика, задержаны. Проверку проводят полицейские. А мужчина, избивший двух пенсионеров, в том числе ветеран Отечественной войны, остался на свободе. Все произошло в августе этого года. Подсудимый отделался условным наказанием. Один год. Такое решение принял Мировой суд Ленинского района. Напомню, все произошло 12 августа. ЧП попало в объектив камеры видеонаблюдения. Под ударом оказались ветеран войны, которому 91 год, и его 67-летний сосед. Инвалид второй группы. А все дело в том, что молодой человек привязался к пожилым мужчинам возле подъезда. А они попросили его их не трогать. В итоге младший пенсионер отделался синяком, а ветерана забрали на скорой. За здоровье 91-летнего мужчины переживали всем домом. Пострадавший обратился в полицию, и вот теперь суд вынес решение. Обидчика приговорили к одному году условно. В зале суда мужчина возместил ветерану ущерб 30 тысяч рублей. Почетверо иностранцев напали на тепличные хозяйства. С ножами и битами набросились на садоводов. В Каслинском районе задержали криминальный квартет. Крепкие парни отбирали деньги и электронные гаджеты. Всю компанию доставили в полицию, допрашивают по отдельности. Установлено, что криминальный квартет из ближнего зарубежья совершил два одинаковых преступления. В сумме у сотрудников тепличных хозяйств украли более 400 тысяч рублей, а еще телефоны и планшеты. С мест преступления криминальный квартет скрылся, причем во втором случае уезжали на угнанном автомобиле. Но далеко уйти не успели. По данным фактам в отделе МВД России по Каслинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 и части 4 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальные наказания по данным частям статей 12 лет лишения свободы. Задержанным предъявлено обвинение, избранное мера пресечения в виде заключения под стражу. Тем временем в Металлургическом районе пожар. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже пятиэтажки. И вот кадры с места ЧП. В окно на втором этаже протянута пожарная лестница. Комната явно полыхает. Из квартиры выбросили горящий матрас. Уже на земле его тужат. По словам очевидцев, из окна скидывали подушки и одеяло. По данным МЧС, дальше этой квартиры пламя не ушло. Дым в подъезд также не проник. Эвакуация соседей не потребовалась. А вот изгоревшей квартиры вывели пострадавшего. По одной из версий он отдышался угарным газом. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем. Погибшего мужчину ищут на озере Сунукуль. Несмотря на холодную погоду, двое рыбаков отважились на водную прогулку. Лодка перевернулась. На рыбалку отправились двое мужчин 39 и 29 лет. Когда судно перевернулось, один из них, тот, что моложе, сумел спастись. Он доплыл до берега и добрался до больницы. Рыбака госпитализировали. У него переохлаждение и обморожение ног. Сейчас решается вопрос об ампутации. Мужчина рассказал о случившемся. Позвонили спасателям. Теперь они ищут тело второго рыбака. Он утонул на глазах у выжившего товарища. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдрева. Увидимся на телеканале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова